Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Для библейского портала «Экзегет» продолжаем читать книгу Иисуса Новина. И на очереди у нас 13 глава. С 13 главы начинается описание раздела обетованной земли. Несколько глав охватывает описание этого раздела. Но, собственно говоря, в самой 13 главе речь идет не о разделе ханаана между наноделами среди колен Израилевых, а о разделе заярданских земель, трансыордания, где разместились два с половиной колена. Колено Рувима, колено Гада и половина колено Моносии. Но предваряется это описание такими словами. Когда Иисус состарился, вошел в лета, тогда Господь сказал ему. Иисус не был молодым человеком, когда земля завоевывалась. И это завоевание шло около семи лет, продолжалось. И к его концу он еще более состарился. И вот Господь говорит ему, первый стих, «Ты состарился, вошел в лета, а земли брать в наследие остается еще очень много». И что же это за земли? Остается сия земля. Все округи филистимские, вся земля гессурская, от Сихора, что пред Египтом, и пределов Экрона к северу, считаются ханаанскими пять владельцев филистимских. Далее перечисляется знаменитая Пятиградия, пять филистимских городов. Перечисляются владельцы. Гасский, Азотский, Ашкелонский, Гевский, Экронский и Аввейский. К югу же вся земля хананская до Миары-Сидонской, от Миары-Сидонской до Афека, до пределов Амарейских. Также земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваалгада, подле горы Ермона, до входа в Ямав. Здесь написаны очень обширные территории. Таких пределов Израильское царство не достигнет даже на самом пике своего могущества. При Давиде, при Соломоне и позднее, скажем, при Иеравааме Первом Израильское царство не достигнет пределов Гевала. Гевал — это губло, то, что называется у греков Библос. Большой, крупный финикийский город Библос, расположенный в 32 километрах на север от современного Бейрута, в центре современной страны под названием Ливан. И вот нет исторических сведений о том, что израильтяне когда-то завладели этим самым Гевалом. Это гублой или, как мы говорим, Библос, или на современном арабском языке произносится как Жбель. Библос был первым городом финикийским, где возникло царство, где возникла монархия. Царские печати из Библоса встречаются в большом количестве, и первые их датировки относятся к XI и, может быть, даже XII векам до Рождества Христова. Кто бывал в Бейруте, бывал в Национальном музее, тот, несомненно, запомнит огромный саркофаг библоского царя, который находится на первом, по-ливански, нулевом этаже Национального Ливанского музея. Огромный саркофаг каменный с очень прекрасной, изысканной, очень тонкой резьбой. Ну, в то время, когда происходило завоевание обетованной земли, Гевал, или Библос будущий, входил в состав Сидонского царства. Сидон, или Сайда нынешняя ливанская, расположен южнее Бейрута. Но это царство было довольно могущественным, из него позднее будет происходить, как мы помним, царица Елизавель, она была принцессой сидонской и была дана в жены царю Ахаву израильскому. Вот. Здесь еще будет говориться о Сидоне. Пределы Сидонские, Меара некая, Сидонская. Огромные территории, филистимские города, Финикия не были завоеваны и долгое время еще не будут, а некоторые не будут завоеваны вовсе. Но, однако, эти земли повелеваются и требуются разделить среди израильтян по наделам израильских колен. Весь Ливан, сказано в 5 стихе, вся земля Гевла, то есть вся земля Библоса, и весь Ливан к востоку солнца. Имеется в виду, естественно, не государство Ливан, такого государства до середины XX века н.э. не существовало. Имеется в виду Ливанские горы и примыкающие к ним низменности. О 5 стихе можно сказать, что здесь упомянуты также гора Хермон, самая высокая точка Ливанского Нагорья, откуда берет начало река Иордан, и упомянут вход в Ямаф. Часто встречающиеся названия Ямаф, точнее Хамат более точно звучит. Это северная Сирия. Это уже рядом река Оронд, вход в Ямаф. Почему вход? Потому что со стороны Ефрата люди или войска шли, стремившиеся те, которые шли в Святую Землю, или в южно-сирийские города, или в Филистею, или спускались ниже в Египет, они входили в эту самую долину между Ливаном и Анти-Ливаном, в долину Бека. Северная точка, с которой начинается долина Бека, это вот этот и есть вход в Ямаф, вход в Хамат, то есть вход в долину Бека через северные естественные ворота. Сегодня это город Хама в Сирии, ближе к северу этой страны. Многократно встречается это выражение «вход в Хамат» в Священном Писании. До туда должна была простираться израильская территория, израильская земля. Выражение «вход в Ямаф», «вход в Хамат» часто встречается в Священном Писании. Итак, здесь перечислены очень обширные территории, которые не будут завоеваны ни при Иисусе на Вине, ни в эпоху Судей, ни в эпоху израильской монархии. Но, однако, по повелению Божию они должны были бы принадлежать израильтянам, и, несомненно, они бы принадлежали им, если бы Израиль, израильский народ, в точности соблюдал повеление Господне и все, что было ему заповедано Моисеем. Продолжаем читать дальше, 6 стих. «Всех горных жителей от Ливана до Месрефов-Маима, всех седонян я изгоню от лица сынов Израилевых». Всех седонян, жителей Седона. Седон, нынешняя Сайда в Ливане. Господь говорит, что изгонит их, но Седон завоеван не был. Значит, вина здесь, конечно же, не Всевышнего, повелевшего изгнать, а вина Израиля. Израиль не смог изгнать. А мы знаем, что когда Израиль не мог изгнать местное население этих территорий? Когда он не исполнял точно тех повелений, которые даны были ему через Моисея и через его преемника Иисуса Новина. «Я изгоню, — говорит Господь, — от лица сынов Израилевых, раздели же ее, эту землю Седонян, в удел Израилю, как я повелел тебе». Самое северное колено, колено Ашера, Асир, Синодального перевода, о его наделах мы будем читать несколько позже, в следующих главах. Оно относится как раз к тем территориям, надел этого колена, колено Ашера. Восьмой стих, седьмой. «Раздели землю сию его дел девяти коленом, и половине колена Менаше, половине колена Моносейна». Мы помним, что два с половиной колена остались за Иорданом, в Трансиордании, а, собственно, обетованную землю, должны будут наследовать девять с половиной колен. И не только обетованную землю, но и примыкающие к ней территории по повелению Господню, то есть территорию, гораздо превосходящую, собственно, территорию самой Палестины. Восьмой стих. «А колено Рувимова и Гадова, с другой половиной колена Моносейна, получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей раб Господень». И вновь вспоминается эта история, описанная в книге «Чисел», о том, как им понравились поля Моавицкие и уделы Амманицкие, и они решили там остаться. Далее перечисляется территория на делы. От Аруэра, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона. Также все города Сигона царя Амморейского, который царствовал в Весивоне до пределов Амманицких, также Галаат и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон, и весь Васан до Салхи. Все царство Оуга Васанского, который царствовал в Астарофе и в Ядрее. Он оставался один из рифаимов, которых Моисей поразил и прогнал. Эта история также описывается в книге «Чисел». И вспоминается об этой истории, неоднократно вспоминалось в книге второзакония и в той книге, которую мы читаем теперь, книге Иисуса Новина. Тринадцатый стих. «Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня». До сего дня, до того дня, в который был написан текст книги Иисуса Новина, первые читатели могли пойти и убедиться, что действительно в этих пределах Герсурских и Маахских живут жители местные, не прогнанные израильтянами. Далее говорится о колене Левия. Несколько раз на протяжении всей книги будет подчеркиваться, что колено Левия не получает собственного дела. У колена Левия будут 46 городов, разбросанные по всем пределам, по всем коленам израильским. Но собственного на дело левиты не получат. Города левицкие будут, а на дело в земли у них не будет. «Сам Господь» или в другом месте сказано «Жертвы, которые они приносят, будет их удел в этом». 14 стих. «Только колену Левийну не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева, суть удел его, как сказал ему Господь». В другом месте вместо «жертвы» сказано «Сам Господь есть удел колена Левия». Итак, 15 стих. С 15 стиха и до конца главы описываются эти три надела Зайорданских. Надел колено Реувена, Рувима, надел колено Гада и надел колено Менаше, Моносии. «Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. Пределом их был Аруэр, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве». Медева – это известный город в нынешнем государстве Иордания, где сохранилась древневизантийская церковь, где много чего сохранилось. Медва нынешняя на арабском. Кто бывал в Иордании, тот, почти каждый из побывавших в Иордании, непременно посещает это место. «И Сивон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамов-Ваал, и Беф-Малмион, и Ааца, Кедымов, и Мафааф, Киряфаим, Сивма, и Царев-Шахар на горе Эмек. Бед Фегор и места при подошве Фазги, и Бед и Ишимов. И все города на равнине, и все царство Сигона, царя Морейского, который царствовал в Исивоне, которого убил Моисей, равно как и жителей Мадиамских, Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву царей Сигоновых, жившие в земле той. Также Валаама, сына Виорова, прорицателя, убили сына Израилевы, мечом в числе убитых ими». Этот пророк, не израильский пророк, а пророк языческий, он был призван местными жителями проклясть израильские войска, израильские полчища, но вместо этого он исполнил волю Божию и благословил Израиля. Подробно история, связанная с Валаамом, царем Балаком, она описывается в книге «Чисел», 20 глава книги «Чисел». «Пределом сынов Рувимовых был Иордан». Это естественная граница река Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их. Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их. Пределом их был Язер, и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Аруэра, что пред Раввою. Равва – это тоже Иордания, нынешний Амман, столица собственной Иордании. «И землю от Есивона до Ромав Митсфы, и Ветанима, и от Маханайма до пределов Давира, и на долине Бев-Гарам, и Бев-Немра, и Сокхов, и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есивонского. Пределом его был Иордан, до моря Хиннеревского, за Иорданом к востоку». Выше в предыдущих главах о Хиннереве не говорилось, что это море, а здесь прямо говорится море Хиннеревское. Хиннерев – это кинерет, так более точно звучит этот топоним, кинерет, так в современном аваритии называется Галилейское море, или генесаретское по версии Евангелия от Луки. «Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Монассеина, который принадлежал половине колена сынов Монассеиных по племенам их. Предел их был от Маханаема весь Вассан, все царство Ога, царя Вассанского, и все селения Иаировы, что и в Вассане шестьдесят городов. А половина Галаада и Астаров, и Ядрея, царственные города Ога Вассанского, даны сынам Махира, сына Монассеина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавицких за Иорданом против Иерихона к востоку. К востоку. За Иорданом. Тот, кто пишет эту книгу, он находится уже не за Иорданом к востоку, он находится по всю сторону Иордана на западном берегу реки Иордан. И вновь подчеркивается, что левитам не было дано на дело. Так завершается, собственно, тринадцатая глава тридцать третьим стихом. Но колену левину Моисей не дал удела. Господь, Бог Израилев, сам есть удел их, как он говорил им. Задача левитов было учить Израиля. И поэтому, как говорят церковные толкователи древности, это было промыслительно так сделано, что левиты были рассеяны, это ученые колена левитов. Они не только участвовали в жертвоприношениях, но и учили народ закону Божию. Они, это ученые колена, его представители, были разбросаны по всем коленам израильским и получили свои города во всех двенадцати израильских коленах. В двух с половиной коленах Зайорданских и в девяти с половиной коленах, собственно говоря, в обетованной земле. Итак, не только Иисус Новин, согласно священной истории, зафиксированной в Писании, делит землю для Израиля, но и Моисей, его великий предшественник и учитель. Моисей разделил двум с половиной коленом, а Иисусу Новину предстоит задача разделить землю уже оставшимся девяти с половиной коленом. Это сложная задача, потому что не вся земля захвачена, не все территории покорены, но делить землю надо. Иисус вошел в преклонные лета, а земля еще не поделена. Так начинается наша сегодняшняя тринадцатая глава. В следующий раз мы продолжим читать книгу Иисуса Новина и перейдем к следующей главе, в которой будет описываться продолжение раздела Святой Земли среди израильских колен. Запись делается для библейского портала Экзегет. Редактор субтитров